Продолжение следует... Продолжение следует... Благодаря которому удалось резко упростить расчеты двухпроводной линии, переходных процессов двухпроводной линии. И в то же время получить такие результаты, которые можно распространить на более сложные случаи. Вот мы с вами сейчас рассмотрим, с какими уравнениями, с какими расчетами приходится сталкиваться на примере, который сейчас приведу в расчет двухпроводной линии. Вот здесь мы и видим схему. Вы впроводной линии, как она изображается у нас. Вот она эта схема. Здесь на входе ЭДС сопротивление ЭДС З1, вовсих случаях, и нагрузка З2 в конце линии. Вовсих случаях линии ДМЛ, координата или безбольной линии. И обозначены комплексные амплитуды напряжения и токов من начальной линии, O1 и O1, в конце линии E2, U2, и в какой-то точке X линии U2. вот такая общая схема расчетная проста ну вот приводит к таким непростым соотношению здесь все амплитуды комплексные в начале значит согласно закону законе МОМА и термопа мы составляем уравнение для начала цепи и для конечной части цепи и выводим токи и напряжения согласно комплексным амплитудам в виде УИИ через неизвестные эксценты АВСССР а эти неизвестные эксценты находятся в различных условиях на конце в начале и в конце ленин и в чередине ленинга к отношению к равной Дубль-В целомного сопротивления МОМА таким образом для коэффициента можно сократить с 4 до 2 в пользу соотношения выражается идея через целомного сопротивления коэффициента АВССР и условия на границе значит тогда выписывается в виде Е в выражении 6 в выражении 6 это слева Е равняется А минус В там соответственно и 0 справа это справа линии и таким образом находим консерта АВССР это все происходит в частотной области далее выписываем эти коэффициенты как в зависимости от координат и Х и В от Х и П а потом переходим в действительную плоскость через соответствующий интеграл используя реальные части оттоков комплекса стоков и напределения в какой-то точке среди синус омега Т и омега на множитель и на Д омега вот таким образом рассмотрите эти выражения и увидите что наиболее удобно конечно решать эти уравнения с помощью ЭВС но сегодня существует много программ для решения таких уравнений в частности в МЭПЛ можно отметить такой вольфрам такую программу и другие пакеты программ которые позволяют находить интегралу и буквами там буквами и так и впечатлить вот так это одно один из вариантов только один из вариантов решения здесь возможно также метод падающих отразованных волн применить в действительном виде в действительной плоскости не переходя к пункту можно решать также телеграфные уравнения которые еще про которые Планков и писал вот в следующий раз мы рассмотрим эти уравнения телеграфные таким образом они решаются для двухпроводной линии и в то же время следует отметить что еще Планкары отмечал что уравнения телеграфистов гораздо более широкие применения чем ранее было известно как например до сих пор представляется и в учебниках по линии передачи волноводом написано что метод телеграфного уравнения применим только когда расстояние D между проводами линии гораздо меньше и длине то есть на порядок по крайней мере на порядок длина чтобы превышала расстояние между проводами как оказалось из наших исследований из теоретических экспериментальных когда мы получили с помощью телеграфных уравнений форму импульса двухпроводной линии которая имела размеры расстояния между проводами соизмеримой длиной проводов то есть между проводами было 10-15 метров расстояние а длина линии составляла 30-50 метров то получившиеся формы импульса во временной области оказались совершенно такими же как если бы решали мы полностью уравнение массового и это не только для двух проводов справедливо оказалось но также и для полосковых линий очень большого разряда вплоть до десятков метров ширина высота 10-15 метров ширина допустим 30-40 метров длина до 50 метров и выше и вот форма импульсов оказалось что экспериментально кстати было проверено на различных высотах померено специальным датчиком измерения магнитного поля оказалось что форма импульса как тока то есть магнитного поля так и напряжение литерического поля совпадает с расчетными с точки до постоянного то есть амплитудного множества который собственно из эксперимента и подбирается для того чтобы амплитуду выровнять расчетную и вот а что касается волнового сопротивления то оно тоже измеряется экспериментально в начале потому что линии бывают сложные сейчас линии бывают и липа полосковые и большие линии в том же линии и различные заполнения бывают в этих линиях гиэлектрические полупроводниковые заполнения и линии электропередачи взять там тоже зимние условия и влажность все меняется волновое сопротивление и задержка на жизни поэтому на основании вот таких сравнений теории телеграфного уравнения теоретических исследований на телеграфном роде и экспериментальных исследований которые были проведены нашими отечественными инновационными Забаевым и решениями тесным контактами работал с экспериментом следует отметить также Потапова Анатолия Викторовича и Родинова и многие другие сотрудники которые участвовали в этой работе по экспериментальному имену обоснованию применимости телеграфных уравнений решения телеграфных уравнений необычным таким формам полосковых видов поэтому основным как говорится достижением вот этих всех исследований наших заключения следует отметить то что телеграфные уравнения телеграфистов как и правильно отмечал Панкарет имеет гораздо более широкие предъявления чем ранее считалось и для импульсовых процессов справедливых от наноразмеров и до метровых размеров поэтому можно смело использовать в своих курсовых работах и плотных работах а также в диссертационных работах этот подход который был намечен нашими величайшими предками ученными такими как Панкарет привисать и другим спасибо большое спасибо Продолжение следует...